В Алтайском крае начался прием заявок на апробацию посевов. Это специальное обследование, чтобы определить сортовую частоту семян, поражение болезнями или повреждение от вредителей. Так, по статистике, ежегодно около трети семян в крае не сортовые. Чем это грозит и почему важно проводить этот анализ? Об этом сегодня говорим с нашей гостьей. Это Наталья Очивычилова, главный специалист органа инспекции Алтайского филиала Центра оценки качества зерна. Наталья, здравствуйте. Вот этот показатель 30% несортовых семян. Это много или мало в масштабах края? Ну, конечно, это много. Это много. Статистика, я, наверное, немножко про статистику скажу, откуда такая цифра берется. Когда сельхозпроизводитель заканчивает посевную, начинается большая работа, связанная со сбором той информации, которую потом в дальнейшем используют и на различных совещаниях, на агрономических конференциях. И неоднократно звучала эта информация о том, что порядка 30% используются несортовых семян. Особенно отмечена была гречиха, у которой даже этот выше показатель был. Что касается нормы, у нас есть федеральное законодательство, которое вообще запрещает использовать некачественные, несортовые семена. Соответственно, эта норма должна равняться нулю. Ну, погрешно, наверное, это и есть. В связи с этим, вот к чему нужно стремиться, ну, нужно стремиться, конечно, к использованию качественных сортовых семян. А объясните, пожалуйста, в глобальном смысле, почему важно использовать именно чистые в сортовом плане семена? На что это влияет? Это, конечно, влияет и на качество получаемой продукции. У нас же, почему разные сорта используются? Ну, даже если говорить о пшенице, одно из наших, да, даже самое главное в нашей культуре, да. Ведь они обладают разными показателями качества, и хлебопекарные, соответственно, тоже качества меняются, да. Конечно, может быть, примесь сортовая, о которой мы говорим в масштабе именно работы по сортовой оценке, в масштабе проведения апробации, я имею в виду, она не такая глобальная, чтобы повлиять на качество в целом партии полностью, на хлебопекарные, еще на какие-то. Но, тем не менее, это влечет за собой изменение качественного состава, в любом случае, да, получаемой партии. А когда мы говорим вообще о семенных партиях, то недопустимо использование партии, у которых превышает процент засорения по примеси. То есть сортовая частота, как правило, у высоких репродукций, она почти 99% должна составлять. То есть это, соответственно, на все поле, там несколько колосков всего допускается, растений, которые нетипичны данному сорту, то есть примесь другого сорта, соответственно. Кроме этого, во время апробации устанавливается, естественно, и не только сортовая примесь оценивается, но и устанавливается наличие карантинных сорных, ядовитых сорняков на поле, трудноотделимых культурных, трудноотделимых сорных. То есть это все те показатели, которые в последующем помогают сульхозпроизводителю применять, принимать те или иные меры для подработки партии, для того, чтобы партия в последующем все-таки была кондиционная и обладала наиболее качественными характеристиками, которые свойственны именно данному сорту, чтобы понимать, о каком конечном результате, о какой конечной продукции идет речь. То есть если говорить о пшенице, вот из определенных семян мы сделаем хлеб, человек может качественно не особо понять, что там какая-то несортовая чистота в каком-то проценте, а в плане именно качества самих зерна после урожая, вот там уже специалисты это определяют точно. То есть идет засорение, как это правильно называется? Ну это речь идет о примеси, да, все-таки, то есть засорение другими сортами, да. То есть вот в поле мы смотрим именно основной показатель, на который оценивается, это, конечно, сортовая чистота, то есть наличие однородных вот этих именно свойственных сорту растений. Это еще влияет все-таки на то, что для именно семенных участков очень важно сохранять это, не просто потому, что качество потом, да, вот эти все хлебопекарные, естественно, это незначительное будет влияние, мы это не почувствуем на самом деле. Кроме того, что они обладают такими качественными характеристиками и показателями, очень важно обращать внимание на то, чтобы сорт был приспособлен к нашим условиям. Это так называемое рейнирование, да, допуск сортов к использованию именно на территории конкретного региона. Поэтому надо следить все-таки, очень обращать внимание на это при использовании конкретных сортов. Горобо говоря, можно не в то время поливать эти семена, не в то время собирать урожай, из-за того, что неправильно определишь сорт. Даже были случаи, когда использование недопущенных, нерейнированных в нашей зоне сортов грозило тем, что просто не получали урожай. То есть, ну, это яркий пример, наверное, на сою я его всегда привожу. Просто она не дала, не то, что урожая не дала, она не успела даже сформировать, да, вот, бобы, и не было вообще урожая. То есть зеленая масса, к уборке стояла зеленая масса. То есть вот это, ну, яркий такой пример того, что используются не сортовые, не, прошу прощения, не рейнированные именно для данной местности сорта. А вы еще и на ГМО проверяете, да? Да, обязательным данный анализ стал после введения, принятия нового закона о семеноводстве. Принят он еще в 2021 году, но он вступает в действие с сентября текущего года. Одновременно с проведением апробации обязательно проведение исследований на ГМО в связи с тем, что появляются случаи, учащаются, так скажем, случаи, да, именно выявления ГМО в сортовых партиях, в партиях семян. Для того, чтобы определить наличие либо отсутствие ГМО, специалисты выделяют ДНК и уже работают потом непосредственно с исследованием самой ДНК, и там смотрят наличие генномодифицированных вот этих организмов. То есть либо искусственно был изменен ген, либо это, ну, созданная природой, так скажем. То есть вот этот анализ, он очень важен для того, чтобы понимать именно… у нас запрещено просто использовать, да, все партии семян должны быть обязательно проверены и очень важно использовать именно качественно. А пока эти анализы, которые вы проводили, по желанию сельхозпроизводителя, да, пока закон не действует? В текущем законе о семеноводстве, то есть у нас до конца лета буквально действует 149-й федеральный закон, в нем сказано, что запрещено использовать партии семян, которые с ГМО, да, но он не прописывает, когда конкретно это проводить, как это проводить. То есть ограничения, по сути, есть в действующем федеральном законе, но не указано, когда конкретно. А вот то, что вводится у нас новым федеральным законом, там уже идет четко, что во время одновременно с проведением апробации. А в связи с тем, что все те партии, которые мы сейчас будем получать, урожайство которых будет убирать, документироваться они будут осенью, поэтому очень важно понимать, что осенью, когда мы начнем их документировать и подтверждать их качество, как раз будет уже действовать новый федеральный закон. Ссылаясь на то, что в период вегетации он еще не действовал, да, вот это немножко будет такой, да, не совсем правильный подход. В начале этого года были партии, в которых ГМО было выявлено. Конечно, это, наверное, в большей степени масличных культур касается, но, тем не менее, у нас случаи имеются, поэтому необходимость такая возникла, его требования это вводят с федеральным законом. Как проходит эта апробация? То есть ваш специалист выезжает в поле, собирает семена, привозит в лабораторию и там уже их исследует? Не совсем. Это вы сейчас назвали ГМО как раз, наверное, да? И опять же, не могу сказать, что отбираются только семена, потому что когда специалисты выходят в поле, есть определенный метод проведения апробации, это новый метод, опять же, который один из новшеств закона. Согласно этому методу выделяются пробные участки. Участок этот, ну, для представления просто, да, сориентирую, 10 квадратных метров, то есть 5 длина, 2 ширина, и таких участков должно быть не менее 10. И вот на этих пробных участках полностью оценивается всё, что входит вот в этот прямоугольник, да, так скажем. Подсчитываются все растения. Для того, чтобы определить с этого поля наличие в посеве или отсутствие ГМО, отбирается проба и предоставляется в лабораторию. Но там не только отбираются колоски и семена, да, в целом растения предоставляются в лабораторию, лаборатория уже потом делает объединённую, из этой пробы делает уже конкретно, проводит анализы. А сколько по времени всё это длится? Ну, апробацию, как правило, в течение одного дня проводят. В зависимости, конечно, от того, какой размер поля, но выезд специалиста в поле подразумевает оценку и разбивку вот на эти пробные участки, осмотр этих пробных участков, подсчёт растений, как основного сорта, так примеси, вот трудноделимые культурные, сорные, злостные, ядовитые, карантинные, то есть всё то, что предусмотрено методикой в определённый период вегетации, конечно, это для растения тоже проводится. Проводится именно вот эта оценка визуальная на поле. А образец передаётся для оценки наличия либо отсутствия ГМО в аккредитованную лабораторию. Закон начнёт действовать с сентября, но, получается, уже сейчас сельхозпроизводители заложили эти участки, да, на своих полях? Нет, это не сельхозпроизводитель закладывает эти участки. Это именно когда приходит на поле апробатор. Методом сортовой оценки предусмотрены разные схемы размещения этих участков. Это, скорее, более визуальная такая работа. Там предусмотрено, конечно, методом разбивка, колышки, ниточки, всё. Но это, так скажем, допустимый вариант, но можно и без этого делать. То есть можно визуально просто эти для себя участки нанести, ну, кто-то шагом там отмеряет, да, чтобы это были у кого-то замерено, какое расстояние шага. То есть, ну, вот оценка идёт пробных участков, которые должны быть не меньше 10 квадратных метров. То есть лучше специалист делает это с запасом, чтобы точно 10 квадратных метров охватить. И вот оценивая вот эти пробные участки, даётся потом результат обработки. Результатов, конечно, в офисе уже проводится, и заполнение документов тоже в офисе осуществляется. То есть с собой апробатор журнал полевой, в котором он делает пометки. Чтобы объяснить сельхозпроизводителям, насколько это важно, не только в плане соблюдения законов, а в принципе для их деятельности, вот объяснить, пожалуйста, сортовая нечистота. Как она может отразиться на их деятельности, на их торговых отношениях? Если будут у сельхозпроизводителей некачественные партии семян, то, конечно, они не смогут в дальнейшем их использовать. Если не будет документов, как правило, у нас все сельхозпроизводители всё-таки в этом плане организованы, да, и сортовую оценку проводят, и определение посевных качеств в дальнейшем в аккредитованных лабораториях, которые необходимо проводить, тоже проводят. То есть для посева сельхозпроизводителю необходимо иметь полностью проверенную и задокументированную партию. Дело в том, что вводится много информационных систем, и сельхозпроизводители с этим очень, наверное, в последнее время активно работают, столкнулись и видят, насколько вот эта прослеживаемость, так называемая, да, влияет на их деятельность всё-таки. Если не будет документов, полностью всех необходимых документов, которые предусмотрены новым федеральным законом, то сельхозпроизводитель просто не сможет внести и заполнить информацию о данной конкретной партии в эти информационные системы. Пока непонятно, введётся эта информационная система сразу с 1 сентября, потому что она предусмотрена вот федеральным законом 454 о семеноводстве, который с 1 сентября именно вступает. Если немножко его отсрочат, но тем не менее к посеву следующего года однозначно эта система будет действовать, и маловероятно, что кто-то решит её отменить. Поэтому им нужно как минимум быть готовыми к тем всем нормам, которые федеральным законодательством предусмотрены, иначе просто они не смогут использовать и перемещать эту партию. Особенно это касается тех, кто занимается реализацией семян. В плане документов, каких-то рецензий, чего-то нового не появляется. Просто нужно соблюдать то, что положено. Появляется. Кроме того, что исследование на ГЭМО необходимо, предусмотрен отдельным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, приказ номер 83, вводится заключение, форма заключения на наличие либо отсутствие генномодифицированных организмов, вводится новый порядок реализации транспортировки семян, в котором как раз речь идёт о формах документов, которыми сопровождаться будет партия. Если раньше сельхозпроизводители привыкли к одним документам, то сейчас меняется это и вводится документ, так скажем, новой структурной единицы органа инспекции. То есть новым федеральным законом 454-м подразумевается работа с семенами органам инспекции, аккредитованным. Это слово «аккредитованный» полностью пронизывает федеральный закон новый. Он и в предыдущей версии 149-го федерального закона тоже присутствовал, этот термин, аккредитованные лаборатории. Но, тем не менее, новый федеральный закон говорит ещё и об аккредитованных органах инспекции. И сельхозпроизводителю для реализации, для соблюдения вот этого нового порядка реализации транспортировки необходимо иметь два документа аккредитованных структурных единиц, так скажем, аккредитованной испытательной лаборатории на посевные качества и аккредитованного органа инспекции, который даёт заключение о соответствии этой партии. Наши семена, как правило, очень активно запрашивают и интересуются ими Дальний Восток. В сторону европейскую часть тоже часто уходят поставки именно наших партий семян. То есть можно сделать вывод, что у нас довольно чистые сорта, да? Да, у нас сельхозпроизводители имеют на самом деле очень высокую культуру полей. Просто не всегда им легко перестроиться, наверное, на новые требования законодательства. Но в целом у нас очень ответственные сельхозпроизводители, мне кажется. По сути, всё, что требуется от сельхозпроизводителей, это компьютер, подключённый к интернету, куда можно вносить все данные. В дальнейшем, да, в ГИС вот это именно информационные все системы подразумевает внесение информации, но для этого им нужны, конечно, необходимые документы, чтобы и наличие ГМО было проверено, либо отсутствие, конечно, отсутствие нам хотелось бы, и посевные качества, и сортовые качества. То есть им необходимы туда именно документы все, чтобы партию эту можно было задокументировать. Им необходимо это всё проверять и исследовать. Спасибо большое за беседу. Сегодня в эфире мы говорили о сортовой чистоте и о том, почему это важно. Увидимся в эфире.